Перед тем, как перейти собственно к теме, я хотел бы сделать небольшое вступление. Самый популярный мой ресурс в интернете на сегодняшний день – мой канал на Дзен. На нем более 23 тысяч подписчиков. И как известно, администрация Дзен на днях и уже не в первый раз поменяла правила монетизации. Теперь деньги будут начисляться за время, которое люди проводят – за чтением и просмотром публикаций. Был период, я много работал с видео. Точнее, я делал две версии своих публикаций – текстовую и видео. И роликов на моих каналах на Дзен уже было более 150. Но однажды я получил от администрации Дзен предупреждение, что раз у меня содержание текстовых и видеопубликаций совпадают, то значит это дублирующий контент. Ну и, соответственно, запахло отключением монетизации. К тому времени я так работал уже года полтора. И сколько у меня накопилось за это время роликов, я сказал. Понятно, какие эмоции я испытал, но деваться было некуда. Мне пришлось с моего головного монетизированного канала удалить почти все ролики. А думаю, понятно, ролики были куда популярнее статьи. Дальше я около года работал со статьями и, должен сказать, популярность канала очень сильно упала. И вот очередное нововведение. После него доходность канала просто рухнула. Несмотря на сильное падение популярности, доход на моем канале все же держался порядка 100 рублей в день. А был момент, когда встала тема мигрантов, он дошел до 400 рублей в день. Первый же день после падения доходность рухнула аж до 11 рублей в день. Сегодня вот второй день, как этот порядок ведет, сегодня я заработал аж 9 рублей. Стал вопрос, что делать. Я посмотрел аналитику, а у меня на данный момент на канале осталось аж 12 роликов. Я их практически не добавлял почти целый год. Понятно, что за это время ролики, скажем так, утонули в недрах канала. И тем не менее выяснилось, что в первый же день доходность этих роликов в разы, а точнее во много раз, превышает доходность статей. Более того, по доходности они превзошли даже большую часть свежих статей. Да, оно и понятно, ролик-то смотреть по времени куда дольше, чем читать статью. Ну и вроде получается, что теперь это более чем мощно отразилось на доходности. В общем, я решил попробовать вернуться к работе с видео. Точнее, я опять буду делать две версии публикации. Текстовую и видео. Но видео теперь будет на платформе ZEN. А текст на платформе 9.1.1.1. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, в июле этого, 2023 года, доходность на 9.1.1.1 у меня превысила доходность на ZEN. Ну а теперь, с вашего позволения, вернемся к теме. Меня заинтересовал ролик на канале на ZEN «Неизвестная Россия», канал Андрея Караула. Но и должен напомнить, сейчас так предписывает законодательство, что Андрей Караулов является иностранным агентом. Ролик называется «В России рухнуло телевидение». Суть. Фонд «Общественное мнение» провел опрос. И согласно этого опроса, популярность российского телевидения рухнула на самые низкие уровни за последние 15 лет. Кстати, здесь нужно отметить, что данный фонд в свое время отпочковался от ЦОН. И главным его заказчиком всегда был и по сей день остается администрация президента Российской Федерации. И вот, тем не менее, публикация вот таких данных, совершенно не отвечающих интересам номенклатуры. Интересно также, что фонд дал раскладку по годам. В 2012 году, например, российскому телевидению доверяло 92% населения. И Караулов, кстати, подчеркнул, что 92% населения верили телевидению, но не верили интернету. Можно сказать и так. Верили путинскому телевидению или номенклатурному телевидению. Ошибки не будет. Теперь же вот доверие к этому телевидению ровнуло. И это без всяких преувеличений. Телевидению России на сегодняшний день доверяет только 55% населения. При этом только 51% населения вообще смотрит телевизор каждый день. Остальные люди теперь уже телевизор смотрят не каждый день. В 2012 году ежедневно смотрели телевизор 78% россиян. Еще интересная цифра. В 2008 году вообще не смотрели телевизор только 2% населения. Сейчас же его вообще не смотрят 18%. То есть количество таких людей выросло ни много ни мало 9 раз. Вот как он об этом сказал. 51% россиян. Россиян по всей стране, включая еще раз отдаленные регионы, севера, 51% смотрит каждый день телевизор. Только 51%. Это минимальный уровень за последние 15 лет. В 2012 году телевизор ежедневно смотрели 78% россиян. Для доля тех, кто вообще не смотрит телепрограммы, с 2008 года выросла в 9 раз. С 2% до 18%. То есть каждый пятый гражданин России, раз 18%, почти каждый пятый, вообще не смотрит телевизор. Вот такой вот поворот. Ну, нужно сказать, думаю, ожидаемый поворот. И Караулов задал простой вопрос. Зачем власти при таком раскладе выделяют миллиарды и миллиарды на телевидении? Что здесь можно сказать? В своей предыдущей политической статье «Чаушевску. Судьба диктатора. Культ личности и современные аналогии» Я показал по аналогии с Николаем Чаушевску, что у нас в стране уже реально сложился культ личности Владимира Путина. Но он не сложился в полной мере. Поскольку в полной мере он может сложиться только в условиях информационной блокады. А информационная блокада сейчас невозможна. В силу наличия в нашем мире интернета. И более того, монитор кругом все вернее и вернее побеждает телевизор. Я также подчеркнул, что Владимир Путин нужен номенклатуре только пока у него есть его пресловутый рейтинг. Который давно уж это не просто рейтинг, а не в полной мере сформировавшийся культ личности. Что впрочем понятно, у номенклатуры на сегодняшний день осталась только одна работающая, как они говорят, духовная скрепа. Эта скрепа относительная популярность Путина. Но приведенные цифры весьма наглядно говорят, что скоро эта скрепа начнет таять, как с них весной. Сегодня практически все уверены, что Путин опять станет президентом России в 2024 году. Но указанные цифры четко показывают, что это далеко не самый умный шаг. Ставить на скрепу, которая скоро затрещит по всем швам, точно не самое правильное. Кстати, напомню, рейтинг Алексея Навального было делом. Уже успел обогнать рейтинг Владимира Путина. Но рейтинг Путина опять подняли, патриотические настроения вызваны СВО. Но ситуация с телевидением весьма четко показывает, что это ненадолго. Впрочем, иначе и не может быть. Номенклатура ведь просто не допускала до телевидения ярких личностей. И именно на этом и строилось использование ею демагогического тезиса. Кто, если не Путин. Но вот не допустить их до интернета не в ее власти. А значит, Навальный здесь всего лишь первый. И нам следует ждать и скоро ждать появления новых ярких личностей. Рейтинг которых обгонят и намного обгонят. Рейтинг Путина. Если понравился ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Смотрите мои аналогичные ролики.